Добрый вечер. В Красноярске 20.30 на телеканале Енисея Новости в студии Сергей Инжутов. И сейчас о главных темах дня. Губернатор Виктор Толоконский и президент компании «Лукоил» Вагит Оликперов подписали соглашение о сотрудничестве. Что это даст краю? Решение компании «Лукоил» провести там разведку и подготовиться к промышленной добыче, это, безусловно, очень важно для будущего таймера и для укрепления всего экономического потенциала края. Число желающих купить новое жилье в ипотеку уменьшилось. Какие программы поддержки ипотечного кредитования предусмотрены в этом году? То, что люди отказываются от купленных квартир, потому что вот сейчас экономическая ситуация ухудшилась, вот такого всплеска нет. В школах стартует набор первой классы. По какому принципу будут записывать детей и можно ли попасть в учебное заведение не по прописке? Агментом, подтверждающим прописку, которым вы подтверждаете принадлежность к своему микроучастку, является паспорт либо временная прописка. Новый сезон проекта «Дари добро» на телеканале Енисей. Наш герой Иван Матюнин не захотел жить в городе и вернулся в родное Емельянова. Как он сможет прославить свой поселок? Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и нефтяной компанией «Лукойл». Со стороны края соглашение подписал губернатор Виктор Толоконский, а со стороны «Лукойла» президент компании «Вагит Олегперов». Что это соглашение принесет в наш регион, расскажет Андрей Стародым. Компания «Лукойл» впервые в своей истории заходит в Красноярский край для того, чтобы начать промышленную добычу нефти. Но сначала в этом году начнутся геолого-разведочные работы. Перед подписанием соглашения о сотрудничестве в правительстве края состоялось рабочее совещание. Губернатор Виктор Толоконский представил министров и заместителей, чтобы сотрудники компании «Лукойл» могли напрямую взаимодействовать для реализации крупного инвестиционного проекта. Президент «Лукойла» Вагит Олегперов, в свою очередь, тоже познакомил министров со своими заместителями. Подчеркнув важность проекта, губернатор края и президент нефтяной компании подписали соглашение на три года. Соглашение подписано. Согласно договоренности, компания «Лукойл» в этом году должна начать геолого-разведочные работы на Таймыре, чтобы объективно ценить нефтяные запасы для добычи. Кроме этого, по условию заключенного соглашения «Лукойл» выделит в течение трех лет 350 миллионов рублей на развитие социальной сферы Таймырского района. В частности, будут построены интернат, спортзал и досуговый центр. Как отметил президент компании Вагит Олегперов, несмотря на падение мировых цен на нефть, сейчас самое время для вложения средств в крупные инвестиционные проекты. Я надеюсь, что этот период сегодня даст возможность компании для динамичного развития. Мы вошли в проект Таймыра. Мы сегодня активно работаем над проектами на территории Ирана, Мексики. Новые страны, которые открываются для нас новые возможности. Финансовый потенциал компании и та сбалансированная политика наша за последние годы позволяет нам уверенно смотреть на среднесрочные периоды. Даже при сегодняшней цене. Как отметил губернатор Крайвиктор Толоконский, уже на подготовительном этапе будут созданы новые рабочие места и дан импульс для развития экономики Таймыра. Например, геолого-разведочную работу будут вести компании, расположенные в Хатанге, а перевозка грузов укрепит транспортную инфраструктуру Таймырского района. Решение компании «Лукойл» провести там разведку и подготовиться к промышленной добыче, это, безусловно, очень важно для будущего Таймыра и для укрепления всего экономического потенциала края, потому что добыча нефти – это всегда серьезная корреляция с доходами бюджета, это всегда развитие многих смежных отраслей. О возможных объемах добычи нефти в «Лукойле» пока не говорят, все станет понятно после проведенной разведки. Если же добыча нефти на Таймыре будет признана экономически обоснованной, то тогда соглашение о сотрудничестве с краем будет подписано уже на 10 лет. Андрей Стердым, Денис Тимошенко, Новости. И сегодня президент компании «Лукойл» Агит Олегперов заявил, что по его прогнозам в этом году стоимость бензина в стране поднимется по меньшей мере на 10%. Также Олегперов рассказал, почему, несмотря на падение общемировых цен на нефть, это практически не отражается на стоимость бензина в России. Сегодня в ценовых параметрах огромная составляющая – это налог. То есть всего 9% приходится на стоимость нефти. В стоимости литра бензина. Поэтому сегодня влияние стоимости нефти абсолютно несущественное на цену на литры бензина на заправочные станции. Плюс с 1 января для того, чтобы пополнить бюджет Дорожного фонда на 2 рубля увеличенной акцизы. Как обстоят дела на ипотечном рынке края и можно ли успеть получить ипотечный кредит с государственной поддержкой – узнаете далее в выпуске. В Росреестре подвели итоги года. Согласно их данным, регистрация ипотеки в Красноярском крае сократилась более чем на 20%. Между тем, еще прошлой весной в России заработала программа ипотеки с государственной поддержкой. И ее действия закончатся уже через месяц. Моя коллега Анна Московских встретилась с экспертами рынка, чтобы узнать, как сейчас складывается ситуация с ипотечным кредитованием. Число зарегистрированных ипотечных сделок по покупке жилых помещений за прошлый год снизилось более чем на 20%. И это несмотря на то, что первичный рынок жилья поддерживает государство. Квартиру в новостройке можно купить в кредит со льготной ставкой. Программа начала работать в марте прошлого года. Тогда ипотечное кредитование практически встало. Ключевая ставка составляла 17%, что делало любые кредиты просто недоступными. Именно господдержка помогла в той сложной ситуации и строителям, и банкам, и в конечном итоге людям, желающим улучшить жилищные условия. Если в цифрах, то из общего объема выданных кредитов за 2015 год, это порядка 30% у нас было выдано в рамках данной программы. Условия, которые действовали по данной программе ипотека с господдержкой, остаются прежними. То есть максимальный срок кредитования это 30 лет, процентная ставка составляет 11,4. И минимальный размер первоначального взноса это 20% от стоимости объекта недвижимости. При этом существенным условием является то, что объект недвижимости должен приобретаться именно от юридического лица, застройщика, либо инвестора. Но даже несмотря на привлекательные вроде бы условия, в Росреестре отмечают спад регистрации ипотеки. И хотя регистрационная палата отнюдь не пустует, специалисты объясняют, именно ипотечных договоров приносят не так много. Зато в сделках с недвижимостью появились новые тенденции. Если проанализировать военные ипотеки, материнский капитал, который тоже идет рассрочка платежа, и в силу закона по 488, как правило, возникает ипотека в силу закона, эти регистрационные действия увеличились. Хотя в целом, безусловно, очень значительный спад. Если проанализировать, допустим, ситуацию где-то с 2008 года, вот такого снижения количества регистрационных действий, в общем-то, не наблюдалось. В агентствах недвижимости тоже почувствовали отток ипотечников. Отмечают и еще один нюанс. В некоторых случаях люди сами просят продать уже взятые в кредит квартиры, чтобы рассчитаться с долгом. Но это скорее исключение из правил. На такие меры идут только в крайних случаях. То, что люди отказываются от купленных квартир, потому что вот сейчас экономическая ситуация ухудшилась, вот такого всплеска нет. А вот то, что люди перестали брать, потому что эта ситуация ухудшилась, вот нам говорят буквально, да, что, во-первых, я не знаю, что у меня будет с работой. Или там вот как раз нас сократили, можно сократить. То есть те, кто вошел в эту воду, они, конечно, эту лямку тянут. Что же касается валютных ипотечников, в Красноярском крае, в отличие от столицы, таковых практически не было. Банки свернули долларовые кредитные программы еще до скачка курса. Популярностью они не пользовались. У нас действительно был клиент, который брал, по-моему, в юанях, да, или там, не помню, какой-то еще в валюте привязка была, как таковая. Он, по-моему, около года проплатил, да, а потом понял о том, что это на самом деле невыгодно, сделал рефинансирование. Переглядялся в рублях, действительно эти валютные кредиты невыгодны. То есть кто же хотел просто от этого получить выгоду под 7% ипотека. Еще что-то. В конечном итоге они поняли о том, что, ну, это невыгодно. Программа «Ипотеки с государственной поддержкой» закончит работу 29 февраля. В банках с опаской прогнозируют ситуацию, которая сложится после ее закрытия. Мы ощутили всплеск за последние две недели обращений в банк по программе «Ипотека с господдержкой». И сейчас мы в неделю принимаем более 100 заявок. Если никаких государственных программ поддержки по ипотеке не будет, в два-три раза, опять же, мы можем ожидать снижения объемов ипотечного кредитования в 2016 году. Пока в правительстве страны не решили, будет ли продлеваться государственное субсидирование ипотечного кредитования. Позиция Министерства финансов – программу стоит свернуть и рассмотреть другие меры поддержки. А значит, кривая ипотечного кредитования в скором времени снова может поползти вниз. Анна Московских, Дина Володина, Сергей Сеславин, Александр Ермошенко, Алексей Гусев, Максим Галат. Новости. В этом году в первый класс в крае пойдут больше 36 тысяч детей. Когда начнется записи, можно ли устроить ребенка в школу, не по прописке, расскажем после рекламы. Жилой комплекс «Глобус». Расширяя горизонты. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на «Теле-2». Тариф черный. Честно, дешевле. Откройте для себя автомобиль нового уровня роскоши и комфорта. Абсолютно новый Volvo XC90. Наш взгляд на роскошь. Мы знаем, что сможем тебя удивить. Проверь сам. Узнай подробности на сайте volvokarkrasnojarsk.ru или по телефону 299-40-10. Вернемся к новостям. Полиция и органы опеки Железногорска разбираются с непростой ситуацией. Вместо больницы госпитализировали 10-летнего мальчика с обморожением ног. Ребенок объясняет, это последствия воспитательной работы его приемных родителей. При этом раньше никаких жалоб на них не поступало, и семью характеризуют только с хорошей стороны. Алина Штоколова продолжит тему. Мальчик попал в городскую больницу Железногорска в прошлую пятницу, 22 января. В стационар его доставили прямо из школы. Врачи диагностировали незначительное обморожение ног. И сразу же сообщили о происшествии в полицию. Сам ребенок и его мама назвали совершенно разные причины этого ЧП. Был ли факт на самом деле именно таковым, как излагает ребенок, а ребенок излагает, что за плохие оценки мама его заставила кросс бегать вокруг частного дома по их приусадебному участку мама, поясняется совершенно другое, что ребенок сам вышел. При этом был обут, но долгое время находился на улице, в связи с чем ноги у него замерзли. Нам удалось связаться с родной сестрой мальчика. Она говорит, 4 года с того момента, как его усыновили, они не общались. Но сейчас девушка, которой исполнился 21 год, хочет забрать его в свою семью. Я ездила позавчера в опеку, писала заявление, что я боюсь за его здоровье, что я не хочу, чтобы его обратно отдавали в эту семью, и что я готова его забрать к себе домой. Просто раньше как бы не было возможности, да и возраст мне не позволял. А сейчас все у меня хорошо и позволяет все. Существуют ли реальные причины опасаться за судьбу мальчика, предстоит выяснить полицейским. В семье есть еще один маленький ребенок, и никаких поводов для беспокойства со стороны социальных служб раньше семья не давала, заверили водили опеки. Семья ни разу не попадала в поле зрения служб системы профилактики. Ни одной плохой информации об этой семье не было. Более того, она характеризовалась положительно. Поэтому говорить о том, что ребенок жил и мучился в этой семье, это неправильно. На время проверки ребенок по согласованию с родителями останется в больнице. С ним и его родителями будут работать психологи. В случае, если вина взрослых будет доказана, специальная комиссия примет решение о мерах ответственности. Алина Штоколова, присоединитель компании «Время местное», Железногорск. Пилотов, разбившегося в понедельник под Каннском истребителем МиГ-31, по информации медиков, выписали из Красноярской краевой клинической больницы и перевели в военный госпиталь. Состояние летчиков стабильное, врачи провели комплекс необходимых обследований. Напомню, летчики, потерпевшего крушение борта, были обнаружены и эвакуированы поисковой группой. Источник в Министерстве обороны России сообщил, что угрозы их жизни и здоровью не было. В скором времени они должны вернуться в строй. По предварительным данным, причиной аварии МиГ-31 стал отказ техники. При столкновении с землей, боевой самолет был полностью разрушен и не подлежит восстановлению. В ходе отработки учебно-тренировочной задачи, истребитель потерял управление и упал в лесистой местности в 40 километрах северо-западнее Каннска. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Его падение не привело к разрушениям на земле. Для расследования причин крушения на место происшествия вылетела специальная комиссия Министерства обороны России, в составе которой вошли специалисты службы безопасности полетов авиации и вооруженных сил и главного командования ВКС России. Без 15,8 где-то это было, со стороны Каннска, вот в небе, ну было свечение яркое. А позже уже смотрю, ну полетело в сторону Пермякова, Красного Курыша, но уже в воздухе вгорело. Видать уже, ну или двигатель загорелся, или что, и потом, ну, вспышка была. Около восьми часов они зашли, думаю, говорят, что вроде как что-то вспышка какая-то. И Росслав, он говорит, что самолет, говорит, как иззади, говорит, это, как горел. Ну, все, как бы, я думал, был сам не видел. Жена у вас с ребенком выходили, смотрели. В 47 регионах России из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ объявлен карантин. В нашем крае эпидемический порог пока не превышен. В Красноярске за помощью к врачам обратились чуть больше 5 тысяч человек, по региону около 11 тысяч. В красноярских поликлиниках планируется ввести амбулаторный прием граждан в эту субботу, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь. Для оценки уровня заболеваемости проводятся выборочные лабораторные исследования. Однако, какой именно вирус у каждого поступившего к ним человека, врачи не выясняют. Результат анализа становится известен через некоторое время, когда болезнь уже может начать прогрессировать. Лекарства и методы лечения, применяемые в момент обращения, универсальны для всех острых респираторно-вирусных заболеваний. Поэтому главное – это своевременное обращение к доктору при недомогании. Обратитесь в поликлинику, своевременно получите назначение и начинайте лечение. Если лечение неэффективно в течение двух дней, если за это время происходит ухудшение состояния, необходимо повторное обращение. Но ухудшение – это уже понятно, вызов врача на дом. Если появляются угрожающие симптомы, то есть одышка, бледность, нарастающая слабость, то следует позвонить на скорую помощь и оформить вызов, консультацию получить специалиста и так далее. В этом году в первый класс в крае пойдут почти 37 тысяч детей. Об этом сегодня рассказали в Краевом министерстве образования. Первоклассников будет на полтысячи больше, чем в прошлом году. Как всегда в лидерах Красноярск. Когда начнется набор и какие лазейки находят родители, чтобы записать ребенка в нужную школу, расскажет Ольга Тишинина. В новом учебном году в Красноярске откроют 400 первых классов. За партой сядут приблизительно 11 тысяч первоклассников. Это примерно столько же, сколько было и в прошлом году. Принимать заявление начнут уже с 1 февраля, но многие родители уже сейчас обивают пороги школ, пытаясь записать своего ребенка в конкретное учреждение. Как обычно, в топе самых желанных для родителей лицеи, гимназии и школы, которые находятся в густонаселенных районах. Одни выбирают учреждения по принципу звездности, другие по удобству. По статистике, примерно 20% первоклассников идут в школу не по микроучастку проживания. Молодая мама Марина рассказывает, подыскивать учебное заведение для дочери начали еще год назад. Выбрали в другом районе, но вот шансов попасть именно туда, говорят, не так много. Мы живем в районе Октябрьском, там не очень хорошая ситуация, достаточно зачисления. Мы выбрали 131-ю про гимназию, я про нее слышала у друзей, они говорили, что там очень хорошее отношение к детям, там всего 4 класса первых, то есть это начальная школа. Проблематично достаточно туда попасть, потому что она совмещена с садиком, и в первую очередь туда зачисляются дети именно из садика, которые при этой школе, а уже потом все остальные желающие. А некоторые родители идут на всевозможные ухищрения. Чтобы попасть в нужную школу, меняют прописки или составляют договоры аренды квартиры в домах, которые находятся в определенном микроучастке. Но здесь нужно учитывать один нюанс, говорят в управлении образования. Документом, подтверждающим прописку, которым вы подтверждаете принадлежность к своему микроучастку, является паспорт, либо временная прописка. Им не является ни один документ, который подтверждает съем жилья, либо там найм жилья. А в остальном список документов, которые должны предоставить родители, никак не изменился. Это заявление на имя директора, паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении, о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Запись скоро начнется, но родители, которые все-таки хотят побороться за место в определенной школе, смогут подавать заявление только с 1 июля. И зачислять детей не по прописке будут только при наличии свободных мест. В одной из самых популярных среди родителей 14-й гимназии, говорят, у них по прописке учится только 40% первоклассников. В этом году планируем набрать 4 класса, потому как дети, которые желают учиться в нашей гимназии с 1-го класса, уже посещают дошкольные курсы, так сказать. У нас организованы занятия для дошколят. Это наши потенциальные первоклассники, которые планируют нам прийти для обучения в 1-й класс. Кстати, многие учреждения идут навстречу родителям и набирают дополнительные первые классы. В прошлом году такие открыли более чем в 20 школах. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Всеволод Никитин. Новости. На комиссии по подготовке к универсиаде обсудили строительство новой ледовой арены в Красноярске. Спорткомплекс будет располагаться на улице партизана Железняка. Однако с его проектом возникли проблемы. Не сдвинутся ли сроки строительства и какой будет арена для международных соревнований по хоккею, узнал Александр Ловицкий. Новая ледовая арена должна появиться на этом участке земли, на улице партизана Железняка, неподалеку от недостроенного здания КПСС, которое предстоит снести вместе с началом строительства. Появление еще одной ледовой арены обсудили на комиссии законодательного собрания края по подготовке к универсиаде. Согласно проекту, стоимость которого более 160 миллионов рублей, спорткомплекс будет вмещать 3,5 тысячи зрителей и будет состоять из основной и тренировочной зоны. Под его строительство выделено более 6 гектаров земли. Кстати, на месте здания бывшего крайкома организуют парковку на 400 с лишним мест. Однако с воплощением планов в жизнь возникли заминки, докладывают в управлении капитального строительства. Документация все еще находится на госэкспертизе, хотя должна была пройти ее еще в декабре прошлого года. Плюс дополнительные требования безопасности предъявили МЧС и другие силовые структуры. Также по требованиям силовых структур необходимо согласовать и проектную документацию. Все замечания, которые выставлялись в ходе предоставления рассмотрения силовым структурам, какие замечания были выставлены. Значит, все замечания на сегодняшний день учтены. И 29 декабря 2015 года проектная документация направлена на согласование с силовой структурой. В настоящее время она находится на рассмотрении. Значит, ждем согласования, либо каких-то замечаний, которые также будут устранены. Такой ситуацией депутаты остались недовольны. Однако заверили говорить о том, что сроки сдачи арены срываются, нет оснований. Я думаю, что все равно люфт какой-то всегда существует. Есть, как говорится, риски какие-то их учитывают. Может быть, и когда определяли срок, там с запасом делали, чтобы не опознать. Так что это все еще ситуация рабочая. Уже сегодня исправленную версию проекта должны рассмотреть в МЧС. Что касается госэкспертизы, то ее заключение в УКСИ получат в период с 25 февраля по 19 марта. Заключить же контракт с подрядчиком должны уже 29 апреля. Чтобы арена была сдана вовремя, депутаты поручили дирекции универсиады взять это на особый контроль. Мы сейчас правительству и дирекции универсиады обозначаем эту проблему, чтобы она была услышана. Сегодня от представителя дирекции мы услышали, что они видят эту проблему и будут рассматривать на оргкомитете как раз в дни экономического форума в Красноярске. Поэтому я думаю, что оргкомитет скорректирует сроки. По проекту ледовая арена на партизана Железняка должна открыть свои двери в третьем квартале 2018 года. Во время универсиады в ее стенах проведут соревнования по хоккею. Также она рассчитана на занятия по шорт-треку и фигурному катанию. Александр Ловицкий, Алексей Овсянников. Новости. В эфире телеканала Енисей стартует новый четвертый сезон социального проекта «Одари добро». На этот раз героем стал молодой человек из Емельянова. В чем уникальность его истории, расскажем далее. Здравур не сушка. Куры яйцами завалили. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже формы. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Продолжаем выпуск. В Красноярск прибывают команды для участия в международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ярыгин. Так, сегодня в Академии борьбы провели тренировки сборной Китая и Соединенных Штатов Америки. Всего свое участие в соревнованиях подтвердили 13 сборных. Например, из Сенегала, Камеруна, Японии и Италии. Торжественная церемония открытия турнира состоится в эту пятницу в 6 часов вечера. И уже после нее определятся первые победители. Многие борцы настроены на победу, так как красноярские соревнования – это еще одна возможность для проверки сил перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. В частности, команда США провезла 8 борцов, в том числе и чемпиона страны. И тренеры надеются на успех. Турнир Ивана Ярыгина – это великая традиция. Сборная России очень сильная в мире борьбы и сейчас подвержена серьезным изменениям. Я ожидаю удовольствия от борьбы сильных соперников. А сейчас премьера четвертого сезона нашего проекта «Дари добро». Он называется «Проселок, ведущий домой». У молодого выходца из поселка Емельянова Ивана Матюнина необычная судьба. Парень отправился покорять большой город, столицу края, нашел интересную работу в агентстве молодежной политики, уже почти было обосновался, но в конце концов отказался от идеи жизни в Красноярске и вернулся в свой поселок. Там ему просто больше нравится. И теперь ему предстоит прославить родное Емельянова. Давайте знакомиться с героем. Раннее утро в Емельяново. Холодно, очень холодно. Иван Матюнин уже почти собрался на работу. Остались последние штрихи. Ну вот теперь точно все. Дон к вечеру не успеет остыть. Ваня перевел его в режим ожидания. Пора на работу. В районную администрацию. Там его уже заждались. Красные звезды, серп и молот. И неизменный Ильич, идейный вдохновитель комсомола, строгим взором следит за Матюниным, который трудится как раз в отделе молодежной политики. Можем проходить. Покажу свое рабочее место. Буквально недавно переехал. Иван бьется за каждую молодую душу в поселке. С принятием закона о минимальном расстоянии между точкой, торгующей алкоголем и школами, Матюнин объявил войну сельскому лабазу. Снял доказательное видео. Нарушают. Даже директор школы чиновника поддержала. А вот в павильоне прекращать торговлю пока почему-то не спешат. Но Иван не собирается сдаваться. Если учесть то, что перемена длится 15 минут, в принципе, а время идти хоть бы полторы-две минуты, то есть, да, я могу спокойно сбегать, что надо мне взять и прийти в соответствующем состоянии уже на уроке. То есть, такие случаи тоже бывали. Это на работе он серьезный, деловой и даже чуточку строгий. Но борьба за молодые умы к вечеру заканчивается. Ваня надевает костюм и идет в местный дом культуры. Он здесь главный ведущий всех торжественных мероприятий. И Емелянова от него, конечно, без ума. Сегодня солнце светит ласковее и ярче. И наши женщины такие красивые и нарядные. Путь Ивана на краевое телевидение был долгим и тернистым. Ему уже где только не приходилось сниматься. Пробовал себя даже в новостях райцентра. Привет, друзья! С вами передача Ньюстайм и я ее ведущий Иван. Все только самое яркое и актуальное специально для тебя. Привет! Вы смотрите программу о том, как интересно жить в Емеляновском районе. И с вами, как всегда, Иван. И Дарья. Продюсер «Утро» на Енисеи Дарья Кобыленская все тернии дороги на ТВ уже прошла. И теперь она здесь уже давно своя, незаменимая и вообще умница. Вспоминая о своем давнем партнере по работе в Емеляново, Даша признается, необычного героя мы выбрали. Он учился на класс младше меня. То есть сколько я помню себя, столько я помню Ваню. Ваня всегда был очень активный. То есть кто проведет выпускной вечер, Ваня, кто елку проведет, Ваня. Опора для учителей. В классе он был очень активный. Его знали все старшеклассники. Даже когда он учился в седьмом классе, он был в авторитете у одиннадцатиклассников. Ну сразу ясно, Ваня для наших целей подходит как никто. Поэтому будем работать. Только вот как изменится судьба нашего нового героя, расскажем в следующей серии нашего проекта. Виктор Сымусенко, Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Андрей Крупнов. Новости. Это пока все. Следующий выпуск уже в 23.30. Через пару минут расскажем о погоде в городах края. Сейчас еще немного полезной информации. Продолжение следует. Продолжение следует.